я рад приветствовать вас в разделе бонусов и если вы следуете моим рекомендациям то смотрите эту часть еще до того как приступили к практическим занятиям и это правильно в бонусах выложены некоторые мои лекции которые очень важны для более продуктивной работы по курсу макевара стартинг а также по всей программе макевара от новичка до профессионала все представленные лекции были записаны в разное время в разных местах на разные видеокамеры с разным качеством поэтому в этом разделе не будет представлено видео в каком-то едином формате но актуальность представленных материалов неизменна и переоценить ее достаточно сложно а теперь о том что же вошло в раздел бонусы в этот раздел вошли 11 видео лекций которые подробно разобраны далее в следующих видео разминка кистей рук в этом разделе рассказывается о подготовке рук к непосредственной работе на макеваре освещаемые методики помогают в значительной степени снизить травматизм рук при ударной подготовке на любых снарядах и на макеваре в частности мобилизация суставов и связок кистей рук методы мобилизации суставов связок и других структурных элементов пальцев и кистей рук направлены прежде всего на профилактику профессионального спортивного травматизма связанного с ударной подготовкой а также на сохранение ловкости и функциональности пальцев и кистей рук правильная разминка для профилактики травматизма всех элементов ударного звена при работе на макеваре все элементы ударного звена испытывают высочайшие нагрузки для того что при таких нагрузках не происходило ауто травматизация необходимо чтобы все структурные элементы были должным образом комплексно подготовлены к напряженной и длительной работе не забывайте что тренировка на макеваре это такая же интенсивная и напряженная работа как и любая мощная тренировка а значит она приводит к разносторонним и сильным нагрузкам следовательно к работе на макеваре должно быть подготовлено все тело кожа над ударными поверхностями может иметь различные качества и свойства определяемые не только степенью подготовки но и уходом за этой кожей как человек ухаживает за обувью желая чтобы она долго прослужила чтобы кожа на обуви обладала большей износостойкостью точно также определенным методом ухода требуется подвергать и кожу ударных поверхностей тогда она будет более прочная более стойкая к механическим повреждениям но и это еще не все если кожа над ударными поверхностями окажется поврежденной то это неминуемо приведет к прерыванию тренинга на тот неопределенный срок который понадобится для залечивания этих повреждений но существуют совершенно несложные методики которые позволяют избежать части глупых и ненужных травм профилактика трещин и деструктивных изменений кожи кулака файтер бьет голой рукой а любая работа голой рукой даже по самому мягкому мешку неминуемо приводит к огрубению кожи над костяшками кулака и дальнейшим деструктивным изменением кожи а макевары безусловно жестче чем любой мешок а поэтому при работе на макеваре нужно быть особенно бдительным и не допустить деструкции кожи которые могут стать причиной трещин кожи отслоений и даже трофических язв к счастью сделать это довольно несложно об этом рассказывается в соответствующем видео лечение ушибов ударных поверхностей а также растяжение связок и капсул суставов время от времени особенно у начинающих адептов макевары могут происходить ушибы ударных поверхностей а также растяжение связок сухожилий и капсул суставов в таком случае самым правильным решением будет посещение врача однако все же в некоторых ситуациях когда травма ничтожна а симптоматика слабо выражена можно обойтись и собственными силами и средствами укрепление лучезапясного сустава и предплечья предплечье это древко копья или боевого молота а лучезапясный сустав это место соединение древко с боевой частью и если древко ненадежно а соединение слабо то долго они не прослужат а недостаточная прочность не даст бить по-настоящему сильно и наносить воистину сокрушительные удары но есть целый ряд упражнений созданных как будто специально для ударника они направлены на стабилизацию запястья и укрепление предплечья именно в ударной технике нюансы отработки автоматизма точностью ударов при работе на макеваре правильная постановка ударной поверхности на мишень не даст в полной мере должного эффекта без точности работая на макеваре можно научиться филигранно чувствовать мишень и выработать очень хорошую привычку правильно позиционировать точку контакта линии эмбусен при работе на макеваре на мастерском уровне практикуется удар в макевару из любого положения но существуют такие положения по отношению к мишени при которых удар становится максимально эффективным с точки зрения биомеханики и эти положения нужно чувствовать и понимать автоматизм попадания в эти положения во время реального боя напрямую зависит от того насколько естественными станут эти положения при работе на макеваре протекторы на руки иногда применяемые для разных типов работы на макеваре вне зависимости от мастерства и уровня подготовки иногда требуется защитить свои руки при работе на макеваре для этой цели существуют самые разные протекторы все они служат для разных целей поэтому важно уметь правильно определиться с выбором питание при работе на макеваре мы это то что мы едим так говорили древние поэтому для того чтобы быть таким как хочется нужно еще и правильно питаться в этом разделе разобрано несколько советов о правильном питании при методической и интенсивной работе на макеваре в этом разделе разобрано